Сегодня мы поговорим о CSS или каскадных таблицах стилей. Что же такое CSS? Давайте разобьем термин CSS на две части, а именно каскадность и таблицы стилей. Каскадность более сложное понятие, о котором мы поговорим в другом видео. Для начинающих понятие таблицы стилей само по себе говорит, что делает CSS. CSS добавляет стили к HTML коду веб-страницы, изменяя ее эстетический вид. Сюда входит все, начиная от шрифта текста до размещения контента на странице и других крутых вещей, таких как создание округления для углов окна или добавление теней к тексту. С помощью CSS вы также можете создавать анимацию элементов на экране. Вы спросите, как же нам использовать язык CSS вместе с HTML. Посмотрите на этот написанный мной примитивный сайт. Если бы Роб его сейчас увидел, то, наверное, он бы сказал следующее. О боже, моя презентация выглядит ужасно. Джозеф, ты ужасный дизайнер. Ты используешь для текста шрифты по умолчанию. Шрифт гельветика здесь смотрелся бы намного лучше. Итак, как же нам установить те стили, которые хочет иметь Роб в своей презентации? Это можно сделать с помощью языка CSS несколькими способами. Самые очевидные – это разместить объявления стилей внутри определенного элемента с помощью HTML атрибута style. При объявлении CSS стиля мы приписываем определенные свойства HTML элементу. Указав необходимые нам свойства, ставим точку с запятой. Например, Роб хочет создать черную рамку вокруг этой презентации. Сначала мы возле div пишем атрибут style. После чего внутри двойных кавычек указываем объявление CSS стилей. Border, двоеточие, один пиксель, solid black. Один пиксель – это ширина рамки. Solid определяет стиль рамки. А слово black указывает на ее цвет. Если вы хотите установить для одного элемента несколько стилей, то их нужно последовательно указывать при объявлении. Например, если Роб хочет, чтобы текст был написан шрифтом гильветика на синим заднем фоне, и он имел большое расстояние между соседними элементами, то нам нужно внутри тега h1 написать следующее style равно font family, двоеточие гильветика точка запятой background color blue точка запятой padding, двоеточие пять пикселей точка запятой. Последняя точка запятой необязательна, ее чаще всего ставят для согласованности. В другом видео мы более подробно рассмотрим все самые полезные и крутые особенности языка CSS. Если же вам хочется самостоятельно создать определенный эффект, то сделайте запрос в Google «Как получить нужный вам эффект в CSS?» и, вероятнее всего, вы получите нужный вам ответ. Хорошо то, что CSS – это очень гибкий язык, поэтому с помощью него вы можете сделать очень крутые вещи на вашем веб-сайте. Мы называем этот тип стилизации встроенной стилизацией. Стили элементов определяются в строке с открывающим тегом. Те, кто любит, чтобы код выглядел хорошо организованным, могут расстроиться из-за беспорядочного вида разных блоков кода. Представьте, что вам нужно было бы дописывать свойства для каждого элемента кода на всех страницах. При этом это нужно было бы делать в плохо организованном HTML и CSS коде. Как вы понимаете, это очень тяжело. Чтобы избавиться от такой проблемы, веб-программисты начали отделять разметку HTML от стилей CSS с помощью так называемых CSS-селекторов. CSS-селекторы используются для выбора элементов, на которые будут распространяться определенные правила стилей. Селектор вместе со списком объявленных CSS-свойств стилей называется CSS-правилом. Данные CSS-правила размещаются между открывающим и закрывающим HTML-тегом style, чаще всего в блоке head. Все это намного легче понять при рассмотрении примера. Итак, давайте приступим к созданию простого CSS-правила. Сначала давайте в нашем HTML-файле в блоке head напишем открывающий и закрывающий тег style. Далее внутри блока style создаем селектор. Мы начнем с одного из самых простых селекторов символа решетка, который выбирает HTML-элемент по его ID-атрибуту. В данном случае мы с помощью решетки выберем блок с ID равно Rob, который соответствует презентации роба. Теперь давайте произведем объявление свойств стилей. Для этого добавляем здесь открывающие и закрывающие фигурные скобки, после чего переносим сюда стили, которые написаны внутри тега div. Обновляем страницу и смотрите, все осталось без изменений. При этом мы избавились от беспорядка в HTML-коде. Итак, как же нам выбрать и изменить блок H1 в презентации роба? Вы можете подумать, что нужно определить ему вверху ID и потом переместить туда стили, которые были определены ранее. Конечно, это будет работать, но CSS и другие способы, которые позволяют выбирать элементы, чаще всего для объединения простых селекторов используют комбинаторы. Например, пробел может использоваться как комбинатор, с помощью которого определяются все экземпляры определенного селектора, который находится внутри другого селектора. С помощью следующего примера вы поймете, что все вышесказанное характеризует очень простой способ. Итак, пишем решетка роб, ставим пробел, после чего пишем еще один простой селектор H1, который является отдельным тегом. Таким образом, мы можем назначить определенные свойства любому блоку или разделу. Пробел объединяет два простых селектора, создавая их иерархию. В результате этого все объявленные в фигурных скобках CSS свойства будут применены к тегам H1, которые находятся внутри блока ID равно Rob. Чтобы показать вам, что это все работает, я устанавливаю белый цвет текста заголовкой H1. Обновляем страницу и смотрите, заголовок роба стал белым. Таким образом, вместо встроенных стилей с их беспорядочным кодом, лучше использовать CSS правила, с помощью которых наш код будет намного чище. Кроме того, если блок стайл становится слишком большим, то я могу спокойно полностью переместить эти стили в другой файл. Для того, чтобы подключать к данному HTML документу этот созданный мной CSS файл, я использую HTML тег link. И чтобы присоединить внешний файл стиля и пишем link rel равно style sheet, после чего определяем путь к файлу с помощью атрибута href. Обновляем страницу и сейчас моя HTML разметка и CSS хорошо организованы в отдельных файлах. Именно таким образом чаще всего работают дизайнеры с HTML и CSS. Если вам интересно, то к простым селекторам относятся селекторы id, селекторы тегов h1, h2, h3 и т.д. Селекторы классов, которые используются для выбора элементов определенных классов. Селекторы атрибутов, которые используются для выбора элементов с другими атрибутами. Например, type равно radio, который используется для переключателей. А также псевдоселекторы, такие как hover и focus, которые определяют стили, когда происходит взаимодействие с элементом, на который наводится курсор. К расширенным комбинаторам относятся пробелы, которые отделяют дочерние элементы от родительских и запятые. Иногда вы можете встретить стрелочку, которая указывает на дочерние элементы. Символ тильда, который объединяет все одноуровневые элементы после указанного элемента. И знак плюс, который указывает только на первый элемент данного уровня, что идет сразу же после указанного элемента. Объединяя эти селекторы и комбинаторы, можно расширить границы применения стилей на определенной веб-странице и более эффективно использовать язык CSS. И с помощью всего нескольких написанных мной строк на языке CSS, я могу быстро изменить эту веб-страницу и сделать ее вот такой. Меня зовут Джозеф и это курс CS50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова